Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile, проходить башню колдуна на уровне сложности фатально. Обычно мы уже с вами прошли, я её прошёл, записал уже, всё зашибись. И собственно, следующий это 187 бой, скорее всего, если мы не будем сливать на обычных боях, мы дойдём сегодня до боссов. Брутальное воскрешение у противника, неприятное конечно ограничение, но да ладно. Поехали. Если сливать обычные бои не будем, то дойдём до боссов. И даже сразимся с ними пару раз, вряд ли за две попытки я конечно их смогу победить, но на следующий раз точно будет уже полное прохождение башни. Вряд ли мне понадобится больше чем 15 попыток, чтобы завалить даже двух сотых боссов. Опять же посмотрим, какой у них снаряга будет. Ну вроде бы люди говорили, что на них нету десятого слияния эпиков. Всех. То есть, возможно, там один-два эпика будут десятого слияния, а один будет не десятого. И типа это на самом деле решит многие проблемы, скажем так. Мне бы метку смерти повесить на Скорпиона, но не повезло. Поэтому придётся его добивать два раза. Ух ты, успел заблокировать этот Кабала. Но правда он всё равно воскреснет, потому что пассивка всё-таки работает. Но он воскресает хотя бы без полного здоровья, это уже радует. Ооо, красота! Сколько дэмэджа прошло. Надо было, наверное, попытаться метку смерти повесить. Ну да ладно. Блин, дурацкий замена. Ага, он ещё и отключает смену. Блин, этот щит, конечно, теперь он пропускает удары. То есть тебя можно избивать, пока на тебе действует щит. Да ты задрал уже, ну серьёзно. Дайте мне уже закончить. Ещё и бруталка работает. Ну то есть не бруталка, а брутальное снаряжение. Ещё и глушение, ну капец. Благодаря Кабалу, видимо. А можно мне уже чё-то сделать? Алё, игра. Так, давайте я постараюсь добить Кабала. Отлично. Ну и Рейдена, я думаю, я тоже через блок, в принципе, должен добить. Да, изи-бризи. Как видите, уже промежутки идут жёсткие. Я боюсь представить, что там будет после 190-го боя. Там должна быть вообще прям лютая жесть. Получаем с вами снарягу для Милины, которая нам не нужна и просто продаётся за... Сколько это там монет? 5400 вроде бы? Да-да-да, 5400. Ну поехали дальше. Главное, чтобы не было какой-то команды ассасинов. Знаете, очень неприятной. Холодная война это ещё, конечно, неприятно, но не так жёстко. Хотя я не посмотрел, какие там ограничения. Надо было, возможно, изучить. Если будет отряд Круга Тени во главе с Люканом, мы немножко заменим снарягу на Джейд и... Оглушим Люкана. Не оглушим, заморозим. И сопротивление к глушению поставим. На Джейд ещё. Главное, конечно, сейчас как-то щиты вот эти им сбить. Дурацкие. Я сразу, наверное, собью ему щит. Блин, не удалось заблокировать спецприёмы. Немножко промазал. Ай-яй-яй, мне заблокировали спецприёмы. Вот это неприятная тема. Ух ты, нифига себе она подвернулась под комбо. По красоте. Блин, долбанная бомба мне сбила комбо, но... Правда, это всё равно мне не помешало. Блин, она ещё и отражает урон от базовых атак с своим щитом. Давайте, я не буду рисковать, используя первый спецприём, чтобы сразу добить Скорпиона. Через его щит. Благо, они хотя бы не глушат меня ударами. Да, блин, долбанная бомба. Всё время сбивает мне комбинации. Ну, хотя бы щит я сбил, уже неплохо. Я постараюсь её сейчас обычными ударами сначала немножко поизбивать, чтобы потом уже добить через спецприём. Всё, до свидания. Но пока, знаете, даже с одним эпиком нулевого слияния всё равно получается играть в команде. У меня ни на одном другом персонаже нету больше снаряги башенной. Получаем второе слияние для алмазных персов. Не такая полезная карточка, но пусть будет. Так, и отправляемся с вами в следующий бой против трёх... О, господи, начинается. Ну ладно, постараемся как-то забить ассасинов. Надеюсь, всё выйдет без особых проблем. Ждал я этого боя, конечно. С неприятным таким чувством, потому что... Ну, с ассинами драться это такое себе удовольствие, опять же. Можно, кстати, набить рентген и запробовать джейд забить за рентген. А джейд ассасин избавится хотя бы таким образом. Но мне кажется, даже рентген атака не снесёт всё здоровье. Надо сначала её побить будет. Единственное, чем мне нравится, что все остальные ассасины, они хоть и уклоняются от ударов завершающих и при этом спецприёмов, но они хотя бы... Не от контратакуют после этого, в отличие от джейд. Видите, как часто у них у ворот срабатывает. Неприятная такая тема. Никак не могу поймать под спецприём. Хотя написано 40% шанс на у ворот. В итоге он срабатывает, блин, раз... Гораздо чаще, чем, короче, это. Ещё мы можем случайно ослепление получить. Так, не уворачивайся, но я же попросил. Так, я рискну, наверное, ещё раз использовать спецприём. Отлично, попал хотя бы. Блин, у нас Саб-Зиро получает, конечно, дэмэдж, это не очень хорошо. Только не увернись. Спасибо. Так, ну и сейчас самый, по сути, серьёзный наш противник. Это джейд. Её вообще не пробивают блоки моей атаки. По сути, надо копить рентген, по-хорошему. Можно рискнуть, конечно, но я не хочу рисковать особо сильно. Почему-то её очень редко блок пробивают, мои базовые атаки. Да, это, конечно, понятно. Ослепление, все дела. Ну, попробовал рискнуть, не получилось, бывает чё. Причём перса менять нельзя на Саб-Зиро либо джейд. Ну, на джейд ещё можно, но на Саб-Зиро нельзя. Потому что у него здоровья нету. Мне нужна его пассивка для воскрешения моего скорпиона. Может, у меня сейчас скорпиона 100% убивают? Мне надо воскреснуть, чтобы добить джейд всё-таки. Но, знаете, я ожидал более страшного. В итоге я более-менее справился. Даже несмотря на то, что противники почти от всех ударов моих уклонялись, я всё-таки смог забить чисто базовыми атаками. Джейд и других ассасинов я тоже в основном забил базовыми атаками. Ну, кроме одного какого-то там, то ли китания я снялся в последнее здоровье спецприёмом, то ли кого ещё. Так, следующий бой. Зыватель Шаукан от Роди Девора и классический Рептилия. У нас ещё до того, как энергия у персов кончится, осталось две попыточки. Потом я восстановлю энергию и мы продолжим, конечно же. Но ещё можно два боя отыграть. Я вот боюсь, что там начнёт идти со 191-го боя. То есть, какая снаряга будет стоять на персах со 191-го боя. Там должна быть самая жёсткая снаряга на промежутках. И эти бои со 191-го по 199-й должны быть самыми жёсткими. Но босса, я думаю, наверное, ещё жёстче. Так, опять бомба. Причём сразу практически. Через бой у меня бомба появилась. Ну, Шаукан медленный в этом плане, да? То есть, он просто не успевает меня... Ээээ... Контратаковать. Есть. Бомба нанесла урон во время моего первого спецприёма. Это хорошо, блин. Он жирный, конечно, капец какой. Вроде бы я с ним разобрался. Правда, отключает мне спецприёмы ещё вот это вот неприятно. Давайте, пока есть возможность, использую первый спецприём. Пока мне не отключили спецприёмы. Постараюсь добить Девору. Он мне останется только с рептилией разобраться. Блин, бешеный урон, конечно, при яде у рептилии. Блин, попытался сбить с себя эффект бомбы, не получилось. Ну, может, сейчас получится. Да, вот она взорвалась и, типа, мне не сбилась комбо. Но там ещё один яд есть. О, так яд, который накладывает рептилия, тоже взрывается, оказывается. Вот этого я не знал, на самом деле. Ладно, добиваем рептилию. Здесь, в принципе, изи-бризи. Хорошая победа. Очередная. Так, и здесь у нас победа. Так, нужно подождать 18 секунд до того, как обновятся у нас одна единица энергии, чтобы, так сказать, не профукать её за зря. Она нам ещё может пригодиться. Так, 191-й. Сейчас будет. Терминатор Тёмной Судьбы, Саб-Зиро и Скорпион. Кстати, тут всего один модификатор. Но давайте посмотрим, что по снаряге. Уже у некоторых противников по 4 снаряжения. Синяя-зелёная, Эпик-зелёная и Эпик-синяя-зелёная. Вот это самый жёсткий Скорпион ударной группы. Вообще команда, на самом деле, достаточно живучая. Но посмотрим. Посмотрим, как будут идти финальные бои в этой башне. Перед боссами. Может быть, даже на каком-то из них я проиграю. Но я надеюсь, что нет. Надеюсь, всё-таки разработчики решили пощадить игроков и не сделают какой-нибудь супер-мега-жёсткий бой. Кстати, метка смерти. Отлично. Давайте мы тогда попытаемся сразу Терминатора добить. Отлично. Небольшое истощение силы Скорпиона спецназа. Но это не так страшно. Постараюсь пока поизбивать его обычными атаками. Блин, зря. Зря я, наверное, это сделал. Давайте сразу добьём Саб-Зеро, пока на нём метка работает, чтобы Скорпион его не спас. Оглушение. Ну да, это ограничение вышибала здесь стоит неприятное, которое накладывает нестаны со всех типов атак практически. Блин, отключили мне спецприёмы неприятно. Ну ладно, придётся базовыми атаками забивать. Ну, в принципе, изи. Так, очередная победка. Пока идёт нормально вроде бы. Не так, чтобы прям супер-мега-сложно. Но сейчас надо будет восстановить энергию и пойдём с вами уже до боссов. Нам попыток, если мы не проиграем ни одной промежуточной бой, должно хватить, чтобы дойти до боссов и одновременно ещё сразиться один или два раза с ними. Убить мы, конечно, одну за две попытки вряд ли сможем. Ой, здесь надо будет ещё и снарягу поменять. Сейчас я тогда посмотрю рекламу, поменяю снарягу, и мы продолжим. Для того, чтобы завыдеть пассивку Люкана, нам нужно две шмотки зелёные. Я решил записать всё-таки какие-то шмотки, мало ли кому пригодится. Чтобы завыдеть пассивку Люканы, нужны две башенные шмотки десятого слияния. Во-первых, боксёрские перчатки Кобра. А во-вторых, ледяной шар с башни Линькой, соответственно, с башни, я не помню какой, то ли чёрного дракона, то ли с башни этого Кошмаров. Я не помню просто откуда перчатки именно. Затем ставим Джейд себе на первый слот, Скорпиона на второй, откатываем попыточки в башне. Ну и постараемся сейчас завыдеть пассивку Скорпи... Ой, как его? Ну, Басайба-то. Ой, да блин, как его? Я уж забыл Люкана. Люкана Круготени, во. Так, надеюсь, на меня сейчас оглушение не сработает. У меня про то, что только 80% шанс. Ну да, оно сработало. Понимаю. Ну, я надеюсь, я успею замениться на Скорпиона всё-таки, да. Успел. Ну, кстати, он меня хилит своим кровотоком. Видимо, здесь ограничение на кровожадность или что-то в этом духе. Оно мне только в плюс играет, потому что противники будут меня хилить. Накладывая на меня кровоток. Так, от Люкана сразу избавляемся. Надеюсь, здесь нету воскрешения противников. Я смогу сейчас добить Моба-Сайба-то сразу. Да. Пошёл ещё один первый. Блокируем спецприёмы кита нескорбной. Ну, точнее, Круготени. Раньше она называлась Тёмная Императрица, кстати. До того, как присоединилась к отряду Круготени. Так, получаем небольшое количество монет. Хотелось бы, конечно, снаряжение, но... Я так и не выбил второй Эпик за две башни, к сожалению. Но я его выбью за последний. Двухсотый бой. Так, Инжастис Рейден. И тут уже по два ограничения. Потеря баланса плюс Вампиризм. Ну, не такие жёсткие ограничения, на самом деле. То есть, да, потеря баланса, конечно, неприятна, но жить можно. Блин, я забыл... Я забыл поменять на персах этот... Ну, снаряжение поставить Скорпиона первым. Надеюсь, это не сыграется на злую шутку. И я смогу всё-таки пройти этот бой с первого раза. Ну, а если я завалю сейчас из-за того, что я просто забыл обратно поставить состав, какой был... Это будет забавно. Так, против нас Рейден. Рейден Инжастис. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут Термината же этот... Прям, ещё не пробивается блок, потому что у меня нету снаряжения на пробитие блока. Нифига себе, просто один первый спецприём, и всё, минус перс. Спасибо, что поменяли мне перса, правда. Не очень вовремя. Бедный, бедный Терминатор. Он попал под второй спецприём с Абзеру, даже несмотря на то, что заблокировал эту тему. Так, надо постараться ему как можно больше урона сейчас нести. Ой, блин, они уже не работают, эти добивающие. Чё-то я протупил здесь. Блин, конечно, очень неприятно, что работает всё-таки случайная замена. И не замораживаются противники, тоже это минус. Давайте мы запретим смену гора хотя бы. А как он отхилился? А, вампиризм, точно. Ой, я успел, кажется, попасть к мне блока по гору, зашибись. Правда, он воскреснет, всё равно это из минусов. Ну и всё, осталось только, в принципе, завалить этого Рейдена. Интересно, если за запрет смены повесших гору воскреснет или нет. Нет, смотрите, не работает на него эта фигня. Давайте я постараюсь его глушить, заодно восстановить себе здоровье. Так, пошёл особый добивающий. О, я даже смог добить противника, зашибись. Ещё Скорпион остался. Давайте постараемся Рейдена добить вторым спецприёмом. Изи. Молодец. Ну-о-о, да. Всё-таки стоило поменять на Джейд снарягу и поставить её на третий слот. Ну, сейчас, наверное, мы это сделаем, чтобы не было больше таких ситуаций, когда мы чуть не проигрываем. У меня, конечно, Скорпион был почти фуловый и с полным здоровьем, но у него не было воскрешения. Если бы противник использовал какой-нибудь второй спецприём, либо рентген, было бы больно. Так, теперь давайте мы поставим Скорпиона на первый. Не, проще будет, знаете, как сделать. Просто вот так вот выбрать предустановку сразу. И не переключать снаряжение. У меня оно уже автоматически будет стоять. Так, против нас три Саб-Зеру и Ветер Арктики. Забавная, кстати, битва. То есть и Ветер Арктики, и при этом три Сабыча. Но самый опасный, конечно, это МК-11, который будет накладывать на меня заморозку. И я не уверен, что у меня получится его за 10 секунд, или за 15, сколько там у него... Через сколько зарабатывает пассивка, я не помню. По-моему, через 10. Надо как-то, чтобы Смертельный Удар вылетел, и я смог его бить за один первый спецприём. Тогда, возможно, я и успею его добить. Можно мне Супер Крит? Успел. Успел забить его до того, как на мне сработала заморозка. Это прям замечательно. Ага, у них Курт Коварана. Понял. Блин, как же больно всё-таки, а. Да вы будете пробиваться вообще, или как? Хоть Мумю, блин, здесь ставь, учитывая по их... ...боёвке. Надо как можно больше урона за Скорпиона внести, чтобы потом, если что, добить за... ...Саб-Зеру и Джейд. Ну, Метка Смерти настекалась, нормальная тема. О, 300 тысяч урона, нормально. Успею? Да, успел первый прожать. Давайте быстренько заменимся на Саба, и быстро используем второй спецприём, чтобы добить последнего Саб-Зеру. Отлично, победа. Это было так, достаточно сложновато, я бы сказал. Очень неприятное ограничение на Ветерарктике. Это надо Мумию какую-то брать, чтобы выйдет. Это ограничение, если нету хорошей снаряги. Который неплохо урон бафает, и здоровье. Так, следующий, это опять отряд Круготини, но уже без Люкана. Восстановление и в ярости, то есть противники будут быстро накапливать силу. Блин, а это будет жёсткий бой, на самом деле. Да, это реально будет жёсткий бой. Учитывая, что у них там Куан-Чи, который будет отражать урон от спецприёмов, и хилится ещё при этом усиленно. Из-за того, что у него пассивка тоже вроде лечит его союзников. В течение первых входов в бой персонажа, в течение определённого количества времени. Главное с Джаксом, по сути, разобраться. Так, я уж забыл, какие тут ограничения. Ну, одно это восстановление здоровья, ещё какое, я не помню. Ой-ой-ой, у него щит, который ему блокирует. То есть на меня сейчас... У меня не будут действовать сейчас на него спецприёмы, и я подожду и просто использую ещё один раз спецприём. А вот Куан-Чи придётся избивать в основном базовыми атаками. А, да, у них ещё ярость ещё, точно. То есть усиленное накопление силы. Так, придётся бить в блок, я понимаю, в щит. Ну, просто я не хочу получить от него люлей сейчас. Надо ему заблокировать спецприёмы, так как у него уже накопился второй спецприём, я не хочу его получить в себя. Вот о чём я и говорил, у него три щита, и сейчас он ещё раз отразит урон. Но вот следующая уже атака, если будет спецприём, он уже её не отразит. Ой, у него рентген, это неприятно. Толку блокировать его спецприёмы нету, абсолютно никакого. Но я успею его добить до того, как он использует рентген. Давайте здесь мы истощим Куан-Чи. И оглушим ещё, отлично. Затем пойдёт первый спецприём, чтобы за... А выйдет его второй, либо первый спецприём. Ой-ёй-ёй, я дропнул комбо. Неприятно. Плюс ослабление, я буду мало урона наносить. А у него айдхил ещё при этом. Но всё равно, я не настолько мало урона наношу, то есть урон всё равно терпимый, более-менее. Да, изи-бризи. Удалось пройти без особых трудностей. Но это был долгий бой. Честно говоря. Пока идут обычные бои без поражений. То есть я ещё ни один промежуточный бой не проиграл. Только на боссах проигрывал. Ну, не то, что даже проигрывал, просто не успевал по времени. А так, чтобы боссы выносили всех трёх моих персов, такого вроде бы не было. Следующий бой из МК-1 Скарлетта, Синджейта и Ядовитой Рептилия. Ну, ладно. Окей, поехали. Сейчас я только на всякий случай проверю, что за снаряга у них стоит. То есть если у них куртка варана... Да, есть куртка варана у Скарлетта, у Ассасина Джейт нету. Это хорошо. И у Рептилий тоже нету. Это тоже замечательно. Здесь не такая опасная команда, как три Ассасина. Даже несмотря на то, что у них более крутое снаряжение. Но противники сами по себе более лёгкие. Потому что они из трёх разных фракций. То есть классика, МК-11 и Ассасины. Они друг с другом не синергируют. Вот только кровоток и постоянный этот яд будут мне бесить. Тем более, если здесь есть ограничения на Ядовитую Бомбу, каждый эффект яда будет на мне взрываться Бомбой. Это будет очень неприятно. Нет, здесь просто воскрешение. На противниках здесь нет Ядовитой Бомбы, но значит никаких проблем в принципе в бою быть не должно. Но здоровье, конечно, у них дай Боже. Сразу блокируем ей спецприёмы. Надо сейчас попробовать метку смерти на неё повесить. Правда, она сменится, скорее всего, уже сейчас. Да, как я и думал. Я буду пока базовыми атаками избивать противника, потому что мне нужно метку смерти настойкать на них. И вот теперь уже можно использовать спецприём. Чтоб добить рептилию. Мне показалось ли, у меня сила не потратилась от ударов? А чё блок не пробивается, а лёг? Наконец-то. Джейд придётся два раза добивать, но это ничего страшного, я думаю. Она, правда, сейчас заменится, скорее всего. Да, как я и думал. Я не помню, воскрешалась ли уже Скарлир, но сейчас мы это узнаем. Да, она ещё не воскрешалась, окей. Оп. И рентгеном добиваем Джейд. Изи-бризи. Достаточно лёгкий бой был, стоит отметить. Как я и говорил, потому что у противников было три разных класса. Это была не одна команда какая-нибудь сильная, знаете, типа отряд ассасинов, либо чёрного дракона, либо круготени. Это было... А вот, кстати, помянешь их, они и придут. Я очень люблю команду круготени. Вампиры, ответный удар. А чё такое ответный удар, я не помню. Можешь посмотреть, блин, на эту точечку сейчас ещё попасть. Видите, вот, рядом со словами ответный удар есть такая штучка, и на неё надо нажать. Враги похищают ваше здоровье и восстанавливают своё вероятность 50%. Ой, гадость какая. Ну ладно. Просто отражение урона от спецприёмов-то очень жёсткая тема, потому что она будет отражаться очень сильно. То есть я, грубо говоря, первым спецприёмом снесу себе примерно 60% здоровья, если криты или смертельный удар прокнет. Это очень неприятное ограничение. Поэтому желательно, конечно, вообще не юзать спецприёмы. И как-то пробовать их убить через эти. Но мне кажется, пару спецприёмов всё равно придётся заюзать в любом случае. У них ещё и по две шкалы силы в начале матча. Но не у всех, только у Кану. Так, ну и здесь надо рисковать. Блин, отражается урон. Неприятно. Он восстановил себе здоровье от моего спецприёма. Какого чёрта? Что это такое? Блин, опять отразился. Да что ж ты будешь делать? Блин, какого фига на ему не наносится урон? Он типа восстанавливает ему здоровье. Это какого чёрта? Я ещё рентген не смог заблокировать. Минус скорпион. А вот, возможно, и поражение, кстати. Ой-ёй-ёй-ёй. Минус скорпион? Да, блин, ну серьёзная игра. Ну, кажется, это поражение, чуваки. Я не думаю, что я смогу без снаряги завалить уже Тремора и Кабала. Ну, блин, мне очень не везло, что, блин, отражался два раза спецприём от Кана. Да, блин, просто 50% на отражение урона, конечно, да-да-да. При этом он не наносит урона врагам. Я же накладывал на тебя это. Истощение. Блин, капец, он ещё и это. Запрет смены на меня повесил. Наконец-то не отразился урон. То есть каждый раз, когда урон отражается, они восстанавливают здоровье. Вот это я не знал, что будет работать вместе с этим ограничением, видите? Так, на, получай. Ну, блин, здесь я ничего не мог сделать, к сожалению. Я ещё и не могу смениться на Саб-Зеро, потому что... Нифига себе, он ещё и восстановил себе здоровье. Я вообще офигевший. Ну, сейчас надо рисковать, просто использовать второй спецприём. Надеяться, что он не отразится. Отлично. Я не знаю, смогу ли я за Саб-Зеро завалить Тремора. Но с Кабалом я хотя бы разобрался. У него сопротивление заморозки, серьёзно. А можно не глушить хотя бы меня? Блин, и здесь отражение сработало обидно. Так, надеюсь, сейчас урон не отразится. Отлично. А нет, отразился, блин, зараза. С Тремором будет сложнее всего разобраться, на самом деле. Так. Надо рисковать, просто бить первыми. И копить второй спецприём у Саб-Зерыча. О, второй спецприём за Тремора. Ну, хотя бы затанковал я. А он ещё наносит урон Саб-Зеро, не участвующему в бою. Ну, скорее всего, это поражение. Да, видите, опять отразился урон. Да что ж такое-то, блин? Чё мне так с отражением урона не везёт? Я уже точно не успею. У него ещё и сопротивление глушению сработало. Вообще офигеть. Ну да, здесь поражение. Да, блин, ненавижу это ограничение. Первый раз я проиграл, короче, бой. Это просто жопа. Они хилятся от того, что ты когда отражают урон. И при этом они ещё, блин, и отражают этот урон весь на тебя. Это просто жопа. Здесь реально надо проходить, короче, без использования этого. Спецприёмов. То есть просто бить базовыми атаками. Потому что иначе, ну, это задница какая-то нереальная. То есть там не 50% отражения, а, наверное, 90% или 95%. То есть каждый почти спецприём у меня отражается. Каждый. Не 50%, как указано в пассивке боя. Сами видели, Якану, наверное, 4 или 5 раз подряд ударил первым спецприёмом Скорпиона. Он все эти 5 ударов отразил. 50%. Здравствуйте. Ладно, буду бить их обычными ударами. Просто всратая попытка. Из-за того, что я решил всё-таки рискнуть. А не стоило. Блин, ну вот рентген никак не удаётся мне отразить от Кабала, если я базовыми атаками добиваю противника. По благо у меня хотя бы бессмертие сработало уже неплохо. Сейчас главное первый удар нанести по Кабалу. Ну, конечно, конечно. Он заблокирует мне всё, что возможно. А теперь мне как-то надо разбираться с Тремором. Фиг его знает как. Он опять же отражает весь урон. Два раза использовал первый спецприём. Два раза отразил. Ну и сейчас он добивает моего Скорпиона. Логично. Блин, я застрял здесь. Серьёзно, я хочу пройти. Можно сейчас не отражать, пожалуйста? Спасибо. Блин, у него ещё сопротивление оглушения. Вот это неприятно, конечно. Он запрет смены поставил говно в кусок. А чё я сделаю, блин? Ну, господи, чё за жопушный бой? Это просто жесть какая-то. Ещё я не могу в костяном щите сейчас атаковать, контратаковать. О, да неужели заморозка сработала? А вот у Треморана не работает, кстати. И мне сейчас надо рисковать бить вторым спецприёмом. Потому что... Ну, естественно, он отражается. Ну, как же без этого-то? О, я оглушил его, да неужели? Ну да, ну да. Конечно. Благо, у меня сработала эта фигня. Надо заблокировать ему смену. Да ты задрал уже, ну реально. Он ещё и чуть не убил меня сейчас. Он ещё и хилится. Он ещё и зараза хилится такая. Можно не отражать сейчас урон от спецприёма? Я очень прошу. Спасибо. Можно оглушение? Да, спасибо. Сразу запрещаем замену. Блин, ну почти же добил, ну твою ж мать. Но у него запрет смены, поэтому мне пока это не так страшно. Вот здесь мы теряем джейд, это понятное дело. Выходит сабыч. Ну и надо рисковать, бить вторым спецприёмом. Но я думаю, я здесь уже не вытащу никаким образом. Всё из-за долбанного вот этого ограничения. Это просто жопа какая-то. То есть, чё за... А я уже ничего здесь не сделаю. Понимаете, сейчас первый спецприём и минус саб-зиро. Я ничего не могу с этим поделать. Господи, этот кабал, это просто жопа. Надо, короче, пить Ка, но когда у него останется мало здоровья спецприёмом один, и молиться, чтобы он не отразился. Это единственный способ прохождения. Потому что если ты кабала, получаешь рентген, ты теряешь всё здоровье у Скорпиона, и всё, и конец игры. Можно сказать. Надо было, наверное, башенную снарягу на персов на других поставить. Чтобы они хотя бы урон какой-то вливали. Потому что бруталка здесь нифига не помогает. Короче, сначала избиваем Кану обычными атаками. Когда у него остаётся мало здоровья, пытаемся добить его первым спецприёмом с крэшингом, и блокируем атаку кабала. Это единственный способ, как пройти этот бой. Я другого не знаю. Но именно вот с этой сборкой, с этими персами... Как бы... Поэтому да. Ой, вот сейчас очень неприятно, что не сработало. Он ещё и хилится, ещё и оглушение накладывает первым. После бафа. А, либо можно, знаете, подождать, пока Кану сам сменится на кабала. Но я не хочу ждать. Ну, конечно, отражение. Ну, как же это без этого? Вот опять же. Вот опять не пытается завалить игру, короче, этот... Кану. Вот опять я не смог отразить этот удар сейчас. Потому что я добил его. Я не ожидал, что я его добью. Но можно пропустить, пожалуйста. Я не могу пропустить даже эту анимацию. Наконец-то. Даже бессмертие сразу не сработало отвратительно. Ладно, хотя бы сейчас урон не отразился. Ну, здесь уже пофиг на здоровье. Надо рисковать. То есть блокировать спецприёмы, бить через блоки и так далее. Это какой-то дикий бой, на самом деле, этот 197. Он меня вообще бесит. Ага, тут даже так это работает. А можно мне бессмертие? Спасибо. Ну, и как бы толку, да, то, что я заблокировал там чё-то. Если костю на щит, можно бить спецприёмами, и он будет проносить тебе всё равно весь урон. Ой, как мне повезло. Блин, я... Я не хотел сейчас бить обычным ударом. Мне просто он автоматически ударил. Ну, конечно, конечно. Ещё и второй спецприём от тремора. Ну, конечно, у ворот, опять же, с помощью куртки варана. Ладно, хотя бы второй раз я заблокирую мою эту тему. И главное, нельзя меняться сейчас джейд, потому что... Иначе кабал, когда вылетит, он просто завалит мою бедную джейд. То есть, ещё не джейд, а кабала. Блин, у него сейчас падёт запрет на смену. Уже не спадёт. О, он в щит ударил. Вообще офигенно. Тогда я могу сейчас попробовать его добить. О, ех! Да блин, ну твою мать! Опять отражение. Но я могу сейчас, знаете, что сделать? Я могу пробовать его забруталить. Ну, или просто бить с обычных тычек. Да, так тоже можно. Наконец-то я прошёл две попытки, я всрав на этот бой. Это просто жопа какая-то. Он реально жопоразрывающий какой-то. Карта длины Басайбота уже на пятое слияние пойдёт. Хорошо. Надо немножко прийти в себя. А у нас, собственно... Мы тогда только дойдём до боссов. Мы даже не успеем с ними стразиться. Потому что две попытки, которые у меня должны были пойти на боссов, они пойдут как раз для того, чтобы дойти до боссов. И то не факт, что я даже следующие два боя смогу, последние, пройти с первой попытки. Посмотрим. Рейн, о господи! Тёмная... Токсичная бомба и в ярости. Это очень мерзкое ограничение. И тут ещё персонажи, у которых не блокируемые первые и вторые спецприёмы. Это будет жёсткий бой, реально. Вот это жёсткий бой. Это, возможно, даже будет сложнее, чем предыдущий. Ну, посмотрим. На самом деле, зависит всё от того, будет ли Рейн блокировать мне спецприёмы, будет ли уворачиваться от атак, будет ли получать урона критического и смертельного от спецприёмов. Потому что если он астекает на мне свою бомбу, мне будет очень сложно скоро подраться, и тем более у них повышенное накопление силы, и при этом ещё и неблокируемые спецприёмы у всех трёх. Это вообще жопа. Ну, мы постараемся это пройти с первого раза, я надеюсь, всё-таки выйдет. Плюс ещё токсичная бомба действует. Ну, конечно, конечно, вот заблокировали мне спецприёмы в самый неподходящий момент. И на мне, как видите, сейчас будет вот этот эффект дурацкий. Ещё и токсичная бомба. Ладно, давай, накидывай, накидывай больше всего. Ладно, хотя бы урон не такой высокий. Ослепление? Серьёзно? Ну, ладно, хотя бы я успел использовать первый спецприём. Блин, ну без крэшинга. Это плохо. Ладно, хотя бы от одного я избавился, уже неплохо. Вот я не могу это заблокировать никак, к сожалению. Блин, придётся бить в блок, потому что... Гладиолус. Долбанная токсичная бомба мне сбивает атаки. Ну, а пока вроде неплохо идёт, на удивление. Сейчас я ему ещё заблокирую спецприём, он не сможет использовать спецприём. Так, держи, братан. Сразу же через второй пытаемся его добить. У Сабыча. Через крэшинг желательно. Ну, вот смотрите-ка, нет, всё-таки я прошёл. Но это было жёстко. То есть мне просто повезло, что Рейдены не стали спамить спецприёмами. То есть, что мне получилось с классического Рейдена достаточно быстро убить и зажать его. Так, ну ладно, получаем 2000 монет. И у нас последняя попытка. Как раз до боссов дойдём. А боссов пройдём тогда в следующей серии в отдельной. Прям специально будет серия под боссов на 200-м бою. Так, Рейден МК-11, Защитник Терминатора и Унупсайбот. Если, конечно, мы пройдём этот бой сейчас в первый раз. Давайте посмотрим финальное снаряжение на финальном промежуточном бое, чисто для изучения. Так, Тайкокаги седьмого, Куртковара нулевого. Нулевого перчатки. Серьёзно, это столько слабое. Здесь у нас десятого слияния сосуд. Вот это неприятно. Пояс первого и Тайкокаги седьмого. Ну и здесь, соответственно, последним. На Ноби Сайботе десятого. А нет, ну первого слияния пояс, седьмого Тайкокаги и перчатки. На самом деле не выглядит сложно вообще. Вот вообще не выглядит. Но я не посмотрел модификаторы боя. Потому что модификаторы могут меня сейчас удивить чем-нибудь, знаете, таким неприятным. Типа случайная замена или что-то в этом духе. Либо каким-нибудь там восстановлением здоровья. Случайная замена, отравляющая фигня. Окей. Да, вот самые неприятные, можно сказать, бонусы ральнулись. Долбанный терминатор. Ага, и заблокировали мне спецприемы. Еще и случайная замена работает с этим совсем. А почему мне сила не накапливается, я не понял. Там один удар, почему-то сила не накопилась. Так, ну давайте постараемся добить Ноба Сайбота. Если смертельный удар выпадет, либо Крит. Но он ни то, ни другое. Еще и сразу первый спецприем прожал. Давай еще убей ее. Нет, не убил. Ах ты, зараза. Долбанный терминатор. Блин, он копит рентген. Мне это не нравится. Давайте постараемся его добить вторым спецприемом. Охренеть у него здоровье, конечно. Пытаемся добить Ноба Сайбота через первый. Так, хорошо. Заморозочка. И попытаемся ослепление нанести на противника. Вряд ли я его добью, конечно, таким здоровьем. Хотя, может, и добью. Посмотрим сейчас. Там последний удар очень много здоровья просто носит. Нет, добил. Изи. Все, наконец-то мы завершили с вами эти попытки. Но до боссов мы только дошли. Из-за того, что я проиграл на 197-м в два раза. Это просто жопа там на 197-м, конечно. С этими тремя черными драконами. Получаем 10 душ. К сожалению, снаряги мне не выпало эпической. Ну, может, за поражение на 200-м бою дадут. И что, я пикаю? Собственно, пост классический. Рептилия, Шансунг, МК-11, Рейн, МК-11. Кстати, брутально. По времени. Иммунитет длительному урону. Не разрушающаяся. Это токсичная бомба. Пять модификаторов. То есть, токсичная бомба. Не разрушающаяся снаряжение. Иммунитет длительному урону. Время. И бруталка. Ну, самая неприятная здесь токсичная бомба. Если бы ее не было, было бы идеально. Но, типа, пока вот как-то так. Давайте посмотрим снарягу, прежде чем заканчивать видосик. Чисто глянем. Так. Девятое, по-моему, слияние кусарьгамы. Восьмое куртки. Девятое сосуда и кольцо робороса десятого. Здесь на Шансунга девятое, девятое, десятое и десятое. Или, подожди, или эпик. Нет, эпик пятого. Здесь у нас идет девятое, девятое, восьмое и десятое. И послед... А, все, я всех посмотрел. В общем-то, как-то так. Ну, ладно, это мы будем проходить уже с вами в следующий раз. На этом я буду пока заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще увидимся. На этом пока что все. Пока-пока. Продолжение следует...